Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Валентина Яровская. И прошу, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Хорошо, молодцы. Люсики пошли, десяточки пошли. Я рада вас всех приветствовать. Город Слонин, Гродненская область. Очень интересно всегда видеть нашу историю, откуда мы, с каких мы городов. И, пожалуйста, первый на связи Брест. Очень приятно, Олечка. Рада тебя приветствовать. Итак, девочки, пишем, откуда мы. Работаем быстро, рационально. Закрытие каталога. Я думаю, что у всех хорошее настроение. И сегодня у нас с вами очень важная и очень нужная тема. Шведский бьюти-комплекс. Итак, дорогие друзья, давайте мы с вами разберемся, зачем же нам этот такой интересный продукт с таким интересным названием. Зачем же нам необходимы антиоксиданты? Может, кто знает? Если кто знает эту информацию, можете писать в чат, для того, чтобы я понимала, что вы меня видите, что вы меня слышите и что вам это очень важно. Итак, дорогие друзья, любой человек мечтает быть здоровым. Все мы приходим на эту землю молодыми, вернее, маленькими, красивенькими, без морщин, очень красивые. Вспомните деток маленький, вспомните себя молоденькими, посмотрите вокруг себя. И, конечно, все мы приходим в этот мир молодыми, красивыми и очень интересными людьми. Что же происходит в течение жизни с человеком? В течение жизни человек потерпевает очень много стадий. И поэтому мы с вами, как... В связи с тем, что занимаемся рекламной деятельностью, обязаны напомнить людям о том, что свою молодость и свое здоровье, конечно же, надо беречь с молодостью. И компания Reflame, наша любимая, дорогая компания, конечно, заботится о нас. И мы имеем с вами возможность, первое, протестировать это на сегодня. Я думаю, многие уже попробовали этот очень интересный, значит, продукт, шведский бьюти-комплекс. И, конечно же, очень важно, чтобы мы рассказали об этом всем своим дорогим, родным и близким людям. Итак, дорогие друзья, шведский бьюти-комплекс. Я думаю, что эту баночку, бутылочку видели многие, что многие с ней знакомы. Поставим плюсики, поставим восклицательные знаки, чтобы я понимала, что вы меня слышите. Итак, дорогие друзья, шведы вообще очень умные люди. И до такой степени грамотные, и они вообще не утратили свою природную любовь к своей природе, что даже все дороги у них обведены забором, и ни один зайчик, ни одна лисичка, никто не может выйти на трассу и погибнуть. Также шведы относятся с любовью не только к животному миру, но шведы очень ценят и любят, и уважают, и берегут свое здоровье. Если в Швеции у человека испорчен зуб, элементарно он пришел к стоматологу, это говорит о том, что человек себя не берег. То есть там очень щепетильный, очень научный, инновационный подход к здоровью. Если мамочка забеременела, она сразу же подписывает бумагу о том, что жидкую омегу она будет пить с первого дня своей беременности. Все это проверяется, все это контролируется, и все это под, значит, как бы государство очень следит за тем, чтобы население было здоровым и умным. Итак, возвращаемся к нашему шведскому бьюти-комплексу. Шведский бьюти-комплекс – это сочетание антиоксидантов, которые получены из водоросли шведского артипеллата и плюс черника, которая очень богата также антиоксидантами. Наверное, давайте мы сразу поговорим пару слов, я вам скажу про чернику. Кто-то вспомнит про свою молодость, может, кто-то ходил за ягодами в лес по чернику, кто-то очень любит кушать чернику. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Это наша тоже белорусская ягода, которая спасала людей во все времена. И, конечно же, черника тоже обладает очень мощным антиоксидантом. Черника в нашем шведском бьюти-комплексе идет, значит, из леса именно Швеции. То есть экологически чистая страна, которая дает нам возможность быть здоровыми с помощью правильной подработки, с помощью правильных продуктов. То есть черника шведского артипелага и бурая водоросли шведского артипелага. Итак, дорогие друзья, чернику кушали все. Помните, какие были руки, да? Какие у нас были, какой у нас был рот, когда мы кушали чернику. Вот это красящее вещество, оно очень давно знакомо в медицине. И оно считается очень ценным. Люди раньше, даже все время чернику еще, кроме того, что кушали ее, значит, когда она росла, ягоду, люди, наши бабушки, дедушки, прабабушки, очень любили чернику сушить. Наши предки тоже были очень умные. И понимали, и знали, что сердечно-сосудистая система, что наши глаза, наше зрение – это черника. Черника – очень мощный антиоксидант. Шведские ученые взяли бурую водоросль, поставили ее в жесткие условия. То есть бурая водоросль, которая находится на берегах шведского артипелага, она сначала имеет зеленый цвет. Если этой водоросли создать экстремальные условия, то есть дать ей огромное количество света и лишить ее питания, она начинает вырабатывать антиоксидант бурого цвета и принимает бурый цвет. Ученые соединили чернику и бурую водоросль в нашу упаковочку – шведский бьюти-комплекс. И мы имеем с вами, и очень, конечно, благодарны ученым за это, что мы имеем очень мощный антиоксидант – шведский бьюти-комплекс. То есть, дорогие друзья, если вы выпиваете одну капсулу шведского бьюти-комплекса, хочу сказать вам, что вы себя спасаете против антиоксидантов. А давайте теперь с вами разберемся, что же такое свободные радикалы и что вообще это такое. Даже те люди, которые говорят и которые уверены, что они ведут здоровый образ жизни, что они правильно питаются, правильно спят, пьют воду, принимают правильную пищу, ведут здоровый образ жизни, все равно в связи с тем, что у нас нарушенная экология, в связи с тем, что у нас выпадают кислотные дожди, к сожалению, это очень часто, в связи с тем, что очень много удобрений внесено в нашу землю, мы имеем свободные радикалы вокруг себя. Плюс промышленность, огромное количество заводов, даже наши машины, которые не всегда имеют чистые выхлопные газы, это тоже все влияет на человека. То есть свободные радикалы это агрессивные молекулы, которые имеют такое, значит, очень сильное влияние на человека, сильное влияние на организм человека. Если вспомнить когда-то по химии, мы с вами не врачи, мы с вами простые люди, мы учили и знаем, что такое атомы и молекулы, углубляться, конечно, в это не будем, потому что мы должны с людьми разговаривать на нормальном человеческом языке, но каждый человек знает, что если происходит нарушение какой-то клеточки, то происходит, у человека образуется болезнь. И поэтому свободные радикалы, которые могут атаковать наш организм, могут привести к тому, что человек может заболеть. Мы, конечно, с вами все хотим быть здоровыми, это самое главное. Вот вы здесь видите, что такое свободные радикалы. То есть в организме есть клетки, и плохие, и хорошие. Если человек испытывает недостаток в питательных веществах, и питательные вещества к нам приходят с помощью пищи, да, и плюс биологически активных добавок, эти плохие клеточки могут нарушить наши здоровые клеточки. Вот такое идет воздействие на клетку. Нормальная клетка, потом клетка, которая атакуется свободными радикалами. И что же происходит с клеткой? Она становится поврежденной. Вот запомните, пожалуйста, этот слайд. Когда ко мне приходят люди, и я начинаю им рассказывать про наш wellness, я всегда беру чистый лист бумаги и просто рисую клетку. Рисую нормальную клетку, говорю, что есть оболочка. Все это мы с вами можем вспомнить. Все это мы проходили в школе. И говорю о том, что в организме есть также плохие клетки. И когда у нас не хватает омеги, у нас сразу же оболочка становится дырявой. И через эту дырявую оболочку клетки к нам поступают свободные радикалы в клеточку. И наша клеточка начинает болеть. Вот это выучить, это легко и просто. Когда людям начинаешь это все рисовать, когда начинаешь им это показывать, люди все очень внимательно слушают. У меня еще ни разу не было случая, что мне сказали, ой, не надо, не хочу, не рисую, не буду. Могут сказать, что не хочу эту водичку смотреть, да? Но когда это что-то касается здоровья, люди себе теперь очень грамотные. Они прислушиваются и очень внимательно смотрят. Что же я там рисую? А мы с вами правильные и умные люди в бизнесе. И мы понимаем и знаем, когда человек и видит, и слышит, вспоминаем, какое расстояние между глазами и нашими ушками, то информация сразу приходит в головной мозг. То есть пришли к вам, начинаете вы вести диалог насчет вылмаса, ручка, лист бумаги и сразу рисуете клетку. Человек понимает, что так оно и есть, и он начинает задумываться, ага, что же я делаю не так? И вот когда у нас свободно развлекалые атакуют наши клетки, мы можем очень быстро стареть, мы можем очень быстро сидеть, и наш организм может давать сбои. И все это может повлиять на то, что продолжительность нашей жизни будет, конечно, сокращаться. А мы хотим жить долго, хотим быть здоровыми. Пожалуйста, дайте обратную связь, чтобы я понимала, что вы меня видите и слышите. Будьте любезны, дорогие девочки, потому что интернет очень слабый. Хорошо, Ирина Васильевна, спасибо большое. Итак, посмотрим на эту красивую, милую даму. Вот так, свободные радикалы, которые действуют на человека. То есть человек, который живет, который дышит, который питается, который радуется жизни. Да, и мальчики тоже. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Дорогие и уважаемые мужчины, я очень рада вас приветствовать. Вы даете мне море энергии. Я очень люблю мужчин, и поэтому вам особые плюсы. Итак, дорогие друзья, человек живет, да? Человек живет. И живет он в мире, и живет он в природе. Но получилось так, что мы живем в 21 веке очень бурном, очень интенсивном. И, конечно, мы с вами очень поддержаны тому, что на нас влияют свободные радикалы. Это и курение, и загрязненная окружающая среда, это и радиация. О том, что у нас радиация, я тоже говорю сразу же людям. Я говорю, что вы не думаете, что вы не живете в Чернобыльской зоне. Мы все живем в Чернобыльской зоне. Не забывайте про это говорить людям. Это тоже очень влияет и трогает за живое. Потому что у нас в Беларуси очень много переселенцев, и люди, которые переселились из Чернобыльской зоны, они все равно ездят в зону отчуждения, и все их мысли, их предки остались там. Поэтому об этом тоже людям надо напоминать. Итак, вот во что превращается человек. То есть, если еще к этому прибавить то, что он не ведет здоровый образ жизни, то нас ждут, конечно, вот со следующей стороны, я даже не хочу перечислять, что происходит с организмом, какие у человека вместе со старением образуются проблемы. Мне даже не хочется вслух произносить эти слова, потому что хочется здоровья, хочется позитива, и хочется того, чтобы мы с вами оставались долго красивыми, молодыми и энергичными, и компания Reflame нам дает для этого все шансы. Самое главное, чтобы мы с вами могли об этом рассказать большему количеству людей. Конечно же, у нас есть антиоксидантные защитники. Антиоксидантные защитники проникают к нам вместе с пищей. Конечно же, мы сейчас в осени, и, значит, любуемся красотами осени, но у нас был шикарный шанс употреблять вкусные фрукты, вкусные овощи, но мы с вами в то же время грамотные люди, и мы понимаем, что уже то количество питательных веществ, которые содержатся в наших овощах, уровень их намного снизился. В бураках доходит до минус 70%. Здесь бурак не нарисован, но я хочу вам сделать акцент на этот продукт. Каждый день вы обязаны, дорогие мои, вы обязаны кушать лодочку бурака, потому что красящее вещество, оно будет способствовать, что вы будете себя оздоравливать. Поэтому, если вы еще прибавите наш знаменитый шведский бьюти-комплекс, вы будете суперпрекрасно себя чувствовать во всех отношениях. Мы очень гордимся нашим шведским бьюти-комплексом, нашим продуктом, потому что это единственный продукт, который имеет такое строение, что может проникнуть в любую клетку нашего организма. То есть вот здесь, значит, на этом слайде мы видим клетку, нашу клетку, и мы видим оболочку клетки. Конечно, все это под огромным микроскопом, увеличением много-много-много раз, но в то же время наша оболочка клетки, наша клетка, она не так проста, как нам кажется. Она имеет очень такую своеобразную конфигурацию. Но вот наш шведский бьюти-комплекс, он знаменит тем, и мы гордимся, что все-таки ученые его нашли, он может проникнуть в любую клетку. Это может быть и клетка мозга, это может быть и клетка нервов, это может быть и клетка глаз. И астоксантин, это самый сильный антиоксидант. Вот если посмотреть на эту табличку, то мы видим, что такой красный цвет говорит о том, ученые все это нашли, рассчитали, и нам подали, значит, в таком виде, что обязательно, обязательно нужно употреблять шведский бьюти-комплекс. Здесь вы видите на этом слайде вот эту молекулу шведского бьюти-комплекса. Представляется вот этот астоксантин, какой он уникальный, какой он имеет такую стиралевидную форму. Про это тоже можно запомнить. И самое главное, что источники нашего антиоксидантного комплекса, конечно же, это красная рыба, конечно же, это птицы и водоросли, и омары, и треветки, но мы с вами живем в такой стране, где практически нету в чистом виде всех этих продуктов. И поэтому, для того, чтобы наш организм долго был здоровый, красивый и сильный, мы обязаны с нами употреблять шведский бьюти-комплекс. Наши ученые во главе с профессором Сикстеном не просто так разработали этот комплекс, все это проверено на людях, все это, значит, запатентовано, и, конечно же, мы имеем стандарт GMP. Про это тоже нужно постоянно говорить, и гордиться тем, что мы имеем все это через наши государственные аспекты. Важно говорить людям о том, что наш астоксантин не дает побочных эффектов, что он не токсичен, что у нас в организме он не накапливается, что у нас нету депо. То есть, как постоянно человеку нужно пить воду и принимать пищу для того, чтобы чувствовать себя энергичным, чтобы жизнь, чтобы жизнедеятельность, чтобы все процессы этой деятельности проходили на хорошо и отлично, а астоксантин нам нужен постоянно. Ну вот немножечко про чернику я вам уже рассказала. Да, ученые, значит, шведцы вместе с профессором Стекстеном, они объединили два этих мощных продукта. Эти два продукта дополняют друг друга и, конечно же, дают нам возможность иметь защиту от свободных радикалов. Раньше сушили, и, конечно, очень много питательных веществ уходило из черники. Теперь в течение 10 часов готовят нам шведский вице-комплекс. Представляете, как это все быстро и как это все здорово. Ну, а здесь знаменитая красная рыба, которая для того, чтобы оставить потомство, плывет огромное количество, значит, километров, тысячи километров, поднимается на огромную высоту, ей нужно преодолеть очень много препятствий и приобретает она красный цвет благодаря тому, что препятствия, которые проходили на пути к своему месту нереста, были преодолены. То есть, вот этот слайд указывает нам о том, что шведский вице-комплекс, он снижает ультрафиолетовое повреждение нашей кожи. То есть, хочу сделать вам акцент на то, что сейчас пришла осень, и солнышко стало совсем другое. Но, дорогие друзья, обязательно носите с собой солнцезащитные очки, потому что солнце наше теперь совсем другое, очень много вспышек на солнце, и врачи рекомендуют, что даже говорят о том, что во время зимнего, осеннего, весеннего периода ожоги от солнца могут быть намного больше. Не стесняйтесь, отделяйте солнцезащитные очки, потому что мы должны беречь свои глазки. Но в то же время не забывайте о том, что шведский вице-комплекс поможет нам сохранить наши глаза. Потому что наши глаза часто сидят в компьютере, наши глазки, вот видите, я работала в библиотеке, приходится теперь быть в очках, к сожалению. Но хочу сказать, что употребляя шведский вице-комплекс, я недавно ходила на проверку к врачу-офтальмологу, платная процедура, всего лишь 8 белорусских рублей, но решила проверить себя, потому что вот даже сниму очки, и так немножечко вам расскажу, будьте любезны, поставьте плюсики, что вы меня видите и слышите, будьте любезны, немножечко отвлекусь, немножечко отвлекусь, расскажу о том, что решила проверить свое зрение, потому что понимаю, что что-то происходит, и в хорошую сторону. У нас есть врач-офтальмолог, который принимает сеанс, короче, встреча, три компьютера, 8 тысяч на старые 80 белорусских рублей, и думаю, пойду проверю, было свободное время, надо же посмотреть, какая я молодец, какая я молодая бабушка. Вы знаете что, я была в шоке, потому что когда мне приписывали очки, я 4 нижние строчки вообще не видела. Я не видела нижние строчки, потому что много читала, в библиотеке не очень хороший был свет, нам говорили еще, просили нас экономить свет, и мы, конечно, в минус своему здоровью экономили свет. Мое было удивление, конечно же, очень шикарное, я хочу, чтобы вы порадовались вместе со мной, я не видела только одну нижнюю строчку. Врач сказал, у нас очень хороший врач, высокий, приглашаю, можете приехать тоже провериться, вся шикарная техника, шикарные компьютеры. Врач сказал, что у вас все хорошо, я говорю, у меня дальнозоркость, у вас она минимальная, у нас все хорошо, и я больше, чем уверена, я больше, чем уверена, что это наш астаксантин, и больше, чем уверена, наш шведский бьюти-комплекс, наш wellness pad, и, конечно же, коктейль, который я не перестаю пить. То есть все это испытано лично на мне, и я вам с радостью передаю свою энергетику, с радостью передаю вам свой позитив, потому что когда какие-то есть проблемы, и врач тебе говорит, вам говорит, что это все, этого не было, что это все хорошо, вы понимаете, что это действует, что это супер, что это здорово, что это очень классно. Значит, наши глазки мы рассмотрели. Кожа. Все женщины хотят быть красивыми и молодыми. Наша дорогая кожа. Все мужчины очень хотят быть красивыми и молодыми. Дорогие жены, дорогие мамочки, дорогие девушки, обязательно берегите своих мужчин. Мужчины тоже очень горды, когда им говорят, ты так молодо выглядишь, ты такой красивый. Кожа мужская устроена совсем по-другому. И у нас с вами есть шикарная возможность помочь, не только с помощью серии Knowledge, не забывайте, что мужчинам эта серия тоже шикарно подходит, но и, конечно же, с нашим шведским бьюти-комплексом. Мужская кожа до 40 лет практически не стареет, но после 40 лет очень быстро начинает стареть. Поэтому очень рекомендую вам, начните ухаживать. Мы ведь с вами помним, что до 25 лет мы растем, а до 25 лет на генетическом уровне идет процесс обратный. Поэтому учите своих мужчин, поиграйте с ним, нанесите ему маску на лицо, на утро похвалите, какой он молодец. И я больше чем уверена, что он отпустит вас лишний раз за промостовочку, что он лишний раз отпустит вас посидеть за компьютером, сам приготовит покушать. То есть будьте мобильными, будьте умными. И в этом нам могут помочь Knowledge и, конечно же, наш шведский бьюти-комплекс. Шведский бьюти-комплекс дает возможность убрать молочную кислоту из мышц. Потому что во время движения, во время прогулок, во время интенсивного движения в мышцах образуется молочная кислота. Для того, чтобы этот процесс, чтобы процесс сжигания проходил быстрее, нам, конечно же, поможет наш шведский бьюти-комплекс. Итак, дорогие друзья, конечно, все ученые, многие страны мира работают над изучением этого мощного антиоксиданта. Не только Швеция, не только Россия, не только белорусские ученые, но также и другие страны. И мы, конечно, гордимся, что в США Ивеницкий или Нойский университет запатентовал астоксантин как средство борьбы с заболеванием возрастная дегенерация золотого пятна. То есть это еще раз говорит о том, что шведский бьюти-комплекс нам очень-очень необходим. Вот про солнце, да? Если человек не бережет свою кожу, если он не защищает себя, то есть у нас идет защита и внешняя, и внутренняя. Вот что может происходить с человеком. И порой бывает встретишь знакомую, она ты понимаешь, что такого же возраста, как и ты, но выглядит намного старше. Бывает, встретишься знакомую, она выглядит так же шикарно. Ты начинаешь понимать, что человек умный, что человек не остановился в развитии, что человек обязательно за собой ухаживает. Ну вот это такая некрасивая картинка, но пускай она даст вам шанс задуматься о том, что женщины, которые употребляют астаксантин, у них замечено сокращение морщин, что кожа их становится более увлажненной и что цвет кожи выравнивается. Все это клинически доказано. Дорогие наши молодые девушки и парни, дорогие мужья и жены, если у вас стоит вопрос насчет деторождения, может быть у ваших родственников обязательно говорите людям про наш ВЭО, обязательно говорите про наш детский бюджетный комплекс, потому что это мощная защита для мужчин. Организм человека устроен так, мужского организма, что семен необходим постоянно, что антиоксиданты нужны постоянно, потому что ту функцию, которую выполняет мужчина, она у него никогда не прекратится. Никогда. И поэтому вы обязаны беречь своих мужчин и обязаны беречь своих дорогих отцов, отцов и сыновей. У нас в Белоруссии, мы очень гордимся, что у нас есть даже такой термин, велносовские детки. То есть молодые пары, которые уже не знали, что им делать, они просто стали пить велнос-пэк. У нас родились у многих девочек, которые не имели детей по 10 лет, родились детки. И мы, конечно, им аплодируем, дорогие друзья, давайте мы всем поаплодируем, потому что это самый главный и самый необходимый момент в нашей жизни, потому что без деток жизнь становится очень скучной. И я, конечно, всем вам, молодые мамочки, у кого еще по одному ребеночку, желаю еще деток. Обязательно рожайте. Детки дадут вам энергию, детки дадут вам стимул. Поверьте, Бог помогает детей водовать. Поверьте, это такая больная для меня тема, потому что инсульт материнства, он очень важен. Обязательно выполняйте его. Обязательно выполняйте его. Поверьте. Очень многие мамочки в декрете рожают детей и добиваются больших результатов. То есть, если вы умная, если вы мобильная, если вы правильно питаетесь, пьете шведский бьюти-комплект, кушаете велнос-пэк-коктейль, поверьте, вы и ребенка сможете родить, и ни одного, и вы добьетесь очень больших, показателей в бизнесе. Не буду перечислять этот слайд, я думаю, что вы его уже пробежали глазами, и, конечно же, не бойтесь передозировки. То есть, если взять одну капсулу в день, если возникает вопрос, сколько же пить, минимальная норма одну капсулу в день. Пожалуйста, это должно быть все на постоянной основе. На постоянной основе сделайте себе привычку одну капсулу в день. Очень хорошо, что шведский бьюти-комплект добавлен в наш велнос-пэк. Велнос-пэк для мужчин и велнос-пэк для женщин. Но этот слайд говорит сам до себя. Наша знаменитая Мадонна, очень энергичная, очень боевая, очень темпераментная. Она тоже идет в шведский бьюти-комплекс. Ну и, конечно же, я хотела бы рассказать еще раз про себя, потому что я тоже не исключение. Много двигаюсь. Вот это у меня, у моей мамы, потому что, куда я не поеду, не пойду. Меня всегда ждут мои физические нагрузки, мои физические упражнения. Но эти фотографии, как бы, лично только для вас, дорогие друзья, мои личные фотографии, потому что мой брат ведет здоровый образ жизни, у него очень много тренажеров, и я, конечно же, когда приезжаю к своей дорогой мамочке, вот так просто поеду к ней, это все тренажеры достаются мне. У меня лично таких нет. Я предпочитаю бегать, ходить, прыгать, делать зарядку дома на свежем воздухе. Но он купил себе, вот мой брат родной, Миша купил такие себе тренажеры, и я, конечно, их очень люблю, очень хорошо, когда они есть, потому что нагрузка, правильная нагрузка на свои мышцы дает нам, конечно же, возможность тоже чувствовать себя подтянутой, энергичной, молодой, здоровой, и это очень-очень здорово. Ну, и, конечно, я люблю жизнь, люблю велосипед. Когда у меня были маленькие дети, я вставала в 6 утра, и моя норма была 16 километров. Моя норма была 16 километров, к 8 утра я приезжала домой, потому что в 8 утра просыпались мои дети, в 9 часов они шли в школу. Я вспоминаю с радостью этих 16 километров, потому что, потому что это была такая прелесть. У меня был велосипед, конечно, не такой, у меня был элементарный аист, который потом мне мой сын решил по ним поремонтировать, разобрал и больше не собрал. И я вспоминаю те 16 километров, потому что это природа, это свежий воздух, это запахи цветов, запахи трав. Аисты были у всех, да, Олечка, спасибо, моя дорогая девочка. Аисты были у всех. То есть с любовью, люблю, люблю велосипед. Когда-то все коленки были в шрамах, когда пыталась научиться. И, конечно же, велосипед, это здорово, это супер. И, конечно же, это круто. Я думаю, что это самый лучший, да, 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 Анатолий, спасибо большое, дорогой Анатолий. Это самый лучший инструмент для снятия стресса. Действительно, это так, потому что начинает работать и большой, и малый круг правообращение. И, конечно, если у дам есть какие-то проблемы в области брюшной полости, то велосипед снимет любые, любые, конечно же, нагрузки. Вернее, ненужные элементы, которые могут быть. Пару слов хочу сказать насчет того, что очень рекомендуем минимум одну в день капсулу антиоксидантного комплекса. Но, когда выступала перед нами Ольга Григорян, наша с нами и вами очень любимая дорогая Ольга Григорян, она, конечно, говорила, что тот жизненный ритм, когда в день она может быть в трех странах, она употребляет до семи штук. То есть, не бойтесь передозировки, не бойтесь. Я тоже, бывает, четыре штуки, пять штук, потому что я за один день могу проехать три города, я тоже очень быстрая, очень мобильная, и поэтому шведский бьюти-комплект всегда со мной. Кстати, шведский бьюти-комплект всегда ношу вот эту баночку, это у меня пустая, так, не понимаю, вот так, наверное, надо показать, я всегда ношу с собой в сумочке. Это пустая банка, выпитая мной, да, но всегда показываю, если вижу какую-то свою знакомую, потому что могу дать его в руки, кроме того, что ношу с собой пакетик, ношу с собой вот эту баночку, потому что, когда человек берет, он начинает спрашивать, а что это такое, а как это, сразу рассказываю про значок GMP, то есть, друзья, дорогие товарищи, коллеги, положили в сумочку, пускай все время лежит, а даже если какая-то мелочь, ключ или еще что-то, может даже бросить сюда, и вы не потеряете, до этого найдете, обязательно носите с собой в сумочке, потому что иногда бывают такие встречи, и встречи сразу о чем, привет, дорогая, как дела, как здоровье, сразу достали, и без всяких лишних отклонений, очень быстрый век, век информации, где мы быстро должны передать информацию, пускай с вами всегда будет вот эта баночка. Идем дальше, если у кого-то, я уже начинаю спешить, потому что у меня много работы, закрытие каталога, я знаю, что у вас тоже закрытие каталога, если у кого-то проблемы с желудком, если у кого-то проблемы с гастритом, если у кого-то вопросы с сердечно-сосудистой системой, обязательно рассказывайте про наш шведский блюти-комплекс, обязательно. Как его принимать? Постарайтесь принимать его утром, во время основного завтрака. И вообще, это зависит от того, как вы выработаете в себе привычку. То есть, все идет от привычки. Сможете вы принимать его в обед, пожалуйста, в обед, выработали привычку и не забываем о ней. Очень часто задают вопросы можно ли детям. Конечно, насчет детей мы не можем сказать, не проводилось специальных исследований, но если вдруг ваш ребенок вместе с вами скушает эту капсулу, не бойтесь, ничего страшного не произойдет, потому что она совершенно безопасна и не токсична. Часто задают вопросы во время беременности. Тоже не было таких разработок, но лучше всего, конечно, проконсультироваться с врачом. Проконсультироваться с врачом, но я думаю, что шведский блюти-комплекс не обязательно. Вам хватит нашей омеги, омеги нам просто даже будет необходима. Очень много людей страдают с сахарным диабетом. Это просто бич. Ага, Олечка пишет про своего ребеночка, спасибо, дорогая. Конечно, это вот, ага, даете своему ребеночку, да-да-да, да, лучше, чем какие-то антибиотики, потому что, когда вы бьете антибиотики, как говорится, одну руку лечим, другой калечим, потому что почки, печень, все это страдает от антибиотиков. Итак, дорогие друзья, если у кого-то сахарный диабет, то, конечно, очень рекомендуем, очень рекомендует. Да, конечно, все зависит от грамотности родителей, но мы с вами должны быть грамотными и должны всех своих дорогих родных и близких и знакомых этому учить. Итак, еще очень важная информация, что у нас имеется шикарная возможность, у нас все есть в одной программе, это, конечно, наш знаменитый Life Plus. И, конечно, если в течение 12 недель вы сможете употребить Wellness Plus, то, конечно же, у вас выработает потребочка. Дорогие коллеги, дорогие друзья, вы придете за 12 дней, за 12 недель к новой жизни. Это уже проверено, это уже гарантировано. И, конечно же, когда мы ездим за Wellness в Аптыки и видим, какое огромное количество привозят Life Plus. Это также очень важно, когда читаем в чатах. То есть, обратите внимание на Life Plus. Ну, и, конечно же, планка. Заменитая планка очень вам рекомендую. Делаю каждый день. Обязательно. Начиналось все с очень малого времени, но даже если сложно, даже если тяжело, это не занимает много времени. Я планку делаю каждый день, и у меня 60 наклонов. Я вижу результат. Я очень горжусь этим. И очень рекомендую вам быть энергичными. Покуда бегаете, собираетесь, покуда приготовили коктейль, девочки, делайте планку, потому что я чувствую на себе брюшная полость, наша талия, наша красота, наша грудь. Ведь мы же соблазнительницы, правда же? Мы должны быть сексуальными в любом возрасте, и поэтому очень рекомендую начните делать планку. Делайте так, чтобы вас даже может быть муж сначала не видел, а когда вы уже с гордостью сможете простоять 60 секунд, я своей маме приезжаю, показываю, она сидит и смотрит. Сначала она говорила, может, тебе валюночку дать, но теперь очень рада за меня, когда мы так шутим. Я всегда, даже если я куда-то уехала, я делаю планку. Итак, дорогие друзья, дорогие коллеги, живите долго, живите здорово, живите богато. Желаю всем вам мира, добра и процветания. Большое спасибо, что вы были со мной, желаю вам успешного закрытия каталога, желаю вам всем мира, добра и процветания. С вами была я, Валентина Ировская, если у вас есть вопросы, можете задать, если нету, рада была вас всех увидеть, всех вас люблю, ценю и уважаю. Всего хорошего вам, дорогие друзья, до свидания. Продолжение следует...